20 минут о красивом и стильном и о тех кто в этом задействован это блюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула начнем как обычно с бьюти идеи от имидж студии одного из трендсекторов красивой жизни нашего города мастер-колорист в парикмахерском деле это отдельная профессия поскольку окрашивание волос это сложный и химический и эстетический процесс настоящие мастера-колористы учатся годами годами практикуются чтобы достичь совершенства в своей работе и нашем сегодняшнем бьюти исследований а мне хотелось бы показать что за этим стоит почему это так сложно почему это так недешево как может кому-то показаться и вообще кто они такие мастера-колористы высокого уровня за последние десятилетия все круто поменялось и в жизни и в моде и в парикмахерском искусстве когда я заканчивала школу первый мой поступок был на выпускной это отрезать все волосы и сделать химию и стать блондинкой раньше насколько я помню это была только знаменитая академия долореза куда все хотели попасть и оттуда действительно выходили очень сильные специалисты был курс я помню по прическам большой также по колористике по стрижкам то есть это все было дробно и тогда еще на тот момент были парикмахеры и давалось разрядность третий разряд 4 разряда модельер сейчас есть выбор я могу пойти в эту академию могу поехать в европу где-то обучаться профессиональное обучение именно многоступенчато или они более точные более тонкие и более глубокие где ты начинаешь с азов когда ты идешь вначале учиться да тебе говорят вот так надо ну и ты делаешь вот так чтобы сделать что-то новое нужно нарушить правила которые тебе задают в наш век любое образование требует постоянного обновления знаний тех кто работает в индустрии красоты это касается в первую очередь четвертую ступень ты можешь пойти только тогда когда придешь все три нужно именно последнюю четвертую ступень пройти потому что она самая сложная первая ступень это разбор колористики на картах колористических вроде бы ты ты все знаешь но тебе ее по-новому как выдают да где ты можешь соединять не соединять убирать добавлять где ты принципе можешь взяв кракасные оттенки обыграв пигментами дополнив чем-то ты можешь сделать роскошный красивый шоколадный цвет хотя снова будет красным с каждой ступени это усложняется внедряются уже новые модные техники окрашиваний очень большой момент окрашивания именно сединой потому что от едины никуда не уйти седина сейчас появляется очень рано не все хотят привязываться окрашивание делать каждые две недели каждые три недели создаются такие красители которые камуфлируют едино техники которые обыгрывают едино где-то можно расцветлить и где-то можно наоборот добавить света но не прокрашивая например полностью сто процентов корень если у тебя есть определенная техника ты можешь укладкой играть свое окрашивание будет смотреться великолепно и четвертая ступень самая последняя где ты получил все знания навыки с трех ступеней где создаешь сам коллекцию цвета форму технику окрашивания и вот тем самым я внедряю свои оттенки свои формулы и защищаю то есть работа уже на итоге в отличие от просто парикмахера который умеет красить волосы специалист международного уровня может сам создавать оттенки и схемы интегрировать свои знания модные тенденции трансформировать их персонально под каждого клиента есть шаблонные работы которые просто можно покрасить корешки и лучшем случае еще протонировать для блеска для сочности цвета то смотришь на волосы да вроде бы все то но вот как-то как-то не модно или как-то не современно либо цвета какие-то вот ну просто эффект парика есть цвет он просто вот ну такой монохромный то есть у него нет переливов нету каких-то там игры цвета этому всему нужно учиться потому что технологии меняются препараты меняются системы меняются техники меняются если мы хотим все-таки индивидуальность нужна хорошая полноценная диагностика всегда самое главное это сначала проанализировать какой он по состоянию сухой пористый как ленка носит конечно все вот эти нюансы нужно учитывать и подходить индивидуально тогда мы можем применить все свои знания опыты и современные тренды я пробовал это делать и в испании процедуры окрашивания ухода и в германии но в разных совершенно странах и в разных городах и выбрал для себя время чтобы раз в месяц обязательно появляться в руках у дениса потому что от этого зависит качество от этого зависит внешний вид наши салонные уходы наши салонные процедуры наше окрашивание наша колористика всегда вызывает восхищение восторг по крайней мере комплименты у женщин зарубежных любых стран потому что это высокого качества правильное дорогостоящее окрашивание можно носить несколько месяцев при этом рисунок плавно сливается с отросшими корнями и не нужно каждые две недели бегать в салон а еще топовый колорист умеет с помощью оттенков создавать блики и объемы чтобы прическа подчеркивала овал лица цвет глаз а волосы визуально выглядели густыми и роскошными возрастной это волос либо в принципе да его мало есть такие техники когда мы можем обыграть так что в накрутке или просто в укладке это будет смотреться реально очень объемный волос и не прибегая наращивание и прикрепление каких-то прядей есть тоже такие техники когда препараты где мы можем обыграть едино какой толщины пряди будут светлыми как они будут расположены где мы будем добавлять наоборот цвет до чтобы обыграть именно рельеф рисунок именно окрашивание тема окрашивания всегда связано с сохранением качества волос ведь все-таки это химический процесс вмешательства в природную структуру и чем чаще это происходит тем сложнее мастеру создавать нужный оттенок есть остаточные элементы окрашивания есть бытовой краситель сухой волос который может быстро уйти в какой-то пигмент их затемнения эффект оседания не желательно сторону может идти в серу если это например будет тонироваться какими-то холодными тонами да то есть очень много тонкостей есть такое понятие что профессионалов краска краску не красить так оно и есть мы не имеем права говорить что ой у вас там что-то вам там сделали некрасиво я сейчас вам сделаю такую красоту или никогда нельзя говорить сейчас я вам сто процентов вам даю гарантии что вам сейчас вот будет все потому что на сто процентов никто не знает и не понимает как она может получиться можно что окрашивание разбить на несколько этапов либо она затянуться там например несколько часов чтобы это было и красиво и в первую очередь тоже не потерять качество волоса чтобы все-таки клиент ушел с окрашиванием да они с короткой длиной до которая осталась после там какого-то осветления самым пожалуй хлопотным в исполнении и поддержание считается окрашивание в светлые оттенки любая блондинка подтвердит чего это стоит быть мечтой джентльменов чистота цвета роскоши и сложности это конечно блонд клиентка блондинка она более требовательная европа америка они всегда любили природные теплые оттенки и обыгрывая прядями более светлыми они создавали вот эти очень красивые нюансы у лица по 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 кончикам до выгоревшие какие-то либо рассветление улица чтобы добавляла эффект свежести блонд это конечно очень красиво очень затратно и очень должно быть всегда изысканно и красиво эстетически потому что любые нюансы как отрастание корней конечно они сразу внешне отражаются и очень хорошо что это происходит всегда в одинаковых руках мастера ты прекрасно понимаешь что очень быстро можно сделать то качество тот имидж тот образ тот люкс которому ты уже привык можно конечно сделать красивый медовый тон глубокий на корне да и обыграв его какими-то прядями элементами растяжками уйти к рассветлению по длине она получится очень красивая с глубоким тоном у корней светлыми прядями золотистыми более мягкими полутонами по длине если все смотрится в целом очень красиво то есть она не просто блондинка выкрашенная там там желтая либо белая да так ну как эффект парика который вот цвет он такой одинаковый от корня до кончика долгое время колористы и технологи представляли миру идеальные схемы естественного окрашивания в последние сезоны индустрия переключилась на эксперименты с яркими цветами сейчас как раз тенденция направлений идет на цвет категория клиентов которые есть максимально естественно максимально чтобы это было не вычурно незаметно чтобы было лайтово красиво ухожено цвет он нужен и важен даже те клиентки которые классическая блондинка которые хочет быть просто блондинкой она уже даже экспериментирует с добавлением розовых персиковых прядей с углублением корня чуть-чуть понасыщение да идет с добавлением действительно ярких прядей то есть сейчас все-таки цвет вошел в моду и креативность а добавляется даже в классические формы и в классическую клиентку я человек творческий поэтому я легко иду на все любые перемены в колористике и в окрашивании в нюансах это очень много ведь оттенков может быть и блонда да мы уже не говорим только о стиле марлин монро это все очень аккуратно очень нежно вплетается в образ никогда нет радикальных таких вещей которые бы совершенно твой индивидуально закрывали выбивали тебя да вот тут на основе этого какая то есть классика есть такой модерн который дают всегда свежее решение колористы высокого уровня редкие специалисты даже на нашем перенасыщенном рынке парикмахерских услуг сложное обучение годы практики постоянно меняющиеся тренды чтобы разбираться в этом нужно обладать талантом ну и конечно же безгранично любить свое дело здравствуйте сегодня мы находимся в пиццерии перчик и мы будем готовить нашу фирменную пиццу с поваром елены наше меню более 20 видов пицц и каждая имеет свой уникальный вкус всю пиццу мы готовим при гостях гости наглядно видят из каких ингредиентов приготовим их любимая пицца сегодня мы приготовим для вас пиццу al capone di crema ruby bossa и остальные новинки наш пиццерин у нас очень тоненько итальянское тесто и много начинки ингредиентов для нашей пиццы очень много и все они от проверенных поставщиков все компоненты нашей пиццы вы можете видеть на открытой витрине поэтому в качестве нашей пиццы мы уверен и сейчас наша пицца отправляется вы снова в центре внимания актуальная мода большого города в магазине стрит кутер на sony кривой 30 и пушкина 65 сколько нужно времени чтобы избавиться от варикоза запись на прием 2 минуты диагностика и сдача анализов займут 50 минут сама лазерная процедура 40 минут всего полтора часа и вы избавлен от варикоза быстро и безболезненно есть много проектов в рамках которых люди делятся своими кулинарными рецептами в нашем случае на кухне нет профессионалов зато есть продукты которые по тем или иным причинам считаются полезными из них то мы и будем готовить и я в очередной раз не могу даже предположить что из этих ингредиентов можно будет приготовить поэтому катя тебе слово что мы делаем у нас будет омлет со шпинатом и помидорками такими вялеными на кокосовых сливках приступаем приступаем разбиваем яйца и добавляем шпина начало как в традиционном омлете ничего не предвещает экзотических вкусов так добавим шпина добавим на два кусочка теперь мы это все вжик вжик кокосовые сливки мы перед вскрытием взбалтываем потому что потом в открытой баночке это будет сложнее сделать и отмеряем 50 миллилитров жарить будем традиционно на масле гхи это не канцерогенно во первых но во вторых у него вкус топленого масла сливочные очень приятный раскаляем сковородку выливаем содержимое и закрываем крышечкой образовательный и стильный проект модель x в настоящий момент переходит в стадию активных практик а девушки очень много примеряют на себя разной одежды комплектуют и учатся носить самые разные образы и во время очередной из практик их застала съемочная группа бьюти тайм комфорт удобство и возможность сочетать гардероб именно эти качества ценит в одежде женщина 21 века однако отдавая предпочтение практичности забываешь что одежда еще должна иметь актуальный крой и подходить к вашему образу однако есть такие бутики где сочетаются сразу все эти качества я это уже на себе ощутила потому что примере какие-то там два-три варианта я поняла что я просто кайфую действительно от этих моделей которые у меня одежда это есть внутреннее душевное отражение потому что вот я люблю лично лаконичность комфорт это модная практика для участниц проекта модель x проходит в бутике полиро я просто сама такой стиль предпочитаю и в общем-то сейчас наши женщины тоже больше на мой взгляд используют именно такую одежду потому что это удобно это практично в такой одежде будешь выглядеть достойно и на каком-то мероприятии и на работу под красивым актуальным и удобным подразумевается стиль casual однако это понятие в современной моде отходит от базовых спокойных оттенков и фасонов отдавая предпочтение асимметрии ярким акцентом и дерзким образом сегодня девочки представляют коллекцию бренда катя джанине работали мы конечно же со стилистом с которым я сотрудничаю с людьми жукасовой все образы подобраны на мой взгляд вот прям попали под характер девушек я видела блеск в глазах девушек поэтому надеюсь что тоже одежда который представлен мне в бутике нашла вот любые сердца если это будет подходить под его стилистику ему будет в этой одежде комфортно поэтому для ларисы выбрали именно это платье потому что он достаточно лаконичная но имеет какие-то интересные детали в крое и спортивные детали которые ларисе очень подходят мы людмиле конечно примеряли несколько образов но решили остановиться на этом потому что хотели сделать вот такую вот современную девчонку она сразу заулыбалась сразу другой человек то есть сразу понятно что это то что нужно это подходит именно за все время проекта участницы модель x пробует себя в нескольких образах какой из них попадет в самое сердце стоит спросить у них самих сравнивая свой гардероб который у меня есть конечно и сейчас примере вот этот костюм я совсем по-другому себя ощущаю более уверенно более интересно потому что подача тут совершенно другая я даже такая стала более энергичная более уверенная но это все моё в обыденной жизни мы редко когда отступаем от выбранного нами стиля и придерживаемся его во всем участие в проекте модель x позволяет девушкам взглянуть на себя по-новому и узнать что выглядеть стильно и современно можно в любом возрасте и при любых параметрах фигуры не говоря уже об изменении стиля привычек и образа жизни партнер проекта модель x магазин женской одежды болеро оригинальные итальянские бренды высокое качество натуральные ткани и регулярное обновление коллекций фирменный магазин находится в самом центре города на улице энгельса 59 еще больше сюжета по красивой жизни можно найти в сети подписывайтесь на наши паблики следите за нами комментируйте и до новых встреч в эфире наши стильные партнеры имидж студия елены ивановой ателье модный дом я украинские субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...